Здравствуйте дорогие друзья! Приближается очень прекрасный и светлый праздник, к которому мы все готовимся. Я буду в этот день замешивать куличики сразу по двум рецептам. И поэтому, чтобы освободить свои руки, буду использовать для одного рецепта хлебопечь. Этот рецепт, как нельзя кстати, подходит именно для хлебопечки. Куличики по нему получаются очень нежные, очень воздушные, просто как пушиночки. Они очень легкие. Такие куличики я буду делать для ребенка. Они у меня будут без сухофруктов, они у меня будут с белым шоколадом. Шоколад полностью растворяется в куличике, придает такую вот сливочную нотку, очень вкусную. Запах, конечно же, невероятный стоять будет. И он пропитывает весь куличик. Получается очень вкусно. Посмотрите, какой он воздушный и очень нежный внутри получается. С ароматом белого шоколада, это невероятно. Делать такой куличик невероятно просто также. Для начала нам нужно смешать часть продуктов. Творог берем, жирность не имеет значения. Добавляем к нему молоко. Сразу же сюда идет сахар, ванильный сахар и щепотка соли. Также сюда добавляем яйцо и дрожжи. Дрожжи я использую прессованные, никогда для куличей не использую сухие. Но если вы любите, пожалуйста, как хотите. Эту массу нужно пробить погружным блендером. Или просто хорошенечко измельчить. Отправляю ее в бадью для хлебопечки. Сразу же сюда замешиваю наверх муку. И у меня уже в микроволновке растопленное, но не горячее сливочное масло. Добавляю немножечко растительного масла и ставлю на программу готового теста. Тесто хорошо собирается в комок и со временем замеса оно станет очень эластичным и будет хорошо держаться комочка. Я сейчас готовлю на полпорции, но больше чем на порцию не советую ставить в хлебопечке, потому что просто вылезет через верх бадьи. Пока у нас подходит тесто, измельчаю белый шоколад. У меня обычный белый пористый шоколад. Я его потом буду вводить в тесто. Так как тесту немножко недостаточно времени и подхода в хлебопечке, я достала бадейку и дала ему еще полчасика дополнительно подойти. Прошло всего полтора часа для подхода моего теста. И теперь смазываю стол растительным маслом и руки тоже немножечко буду вводить белый шоколад. Тесто увеличилось в бадье где-то в 2,5-3 раза. Слегка растягиваю тесто. И высыпаю наверх сюда белый шоколад. Не делайте слишком большие кусочки белого шоколада. Здесь уже не принципиально, как вы свернете рулетиком, скрутите и распределите. Конечно же, вместо шоколада вы можете использовать любые сухофрукты, будь то они замочены в коньяке, роме, апельсиновом соке или просто в кипятке. Выпекать я буду вот в такой вот силиконовой формочке, но у меня вообще для пироженок. Низ смазала сливочным маслом и присыпала мукой. А для того, чтобы сделать сами формочки повыше, поставила бортики из пергамента. Тестом нужно заполнить где-то треть формы, для того, чтобы оно не вылезло у вас через верх. У меня некоторые куличики подошли очень хорошо, пришлось наращивать еще верх формы пергаментом, для того, чтобы они у меня не повылазили выше, чем нужно. Затем нужно будет поставить куличики подходить. При температуре где-то 30-35 градусов сверху обязательно накрываем их пленочкой, для того, чтобы они не заветрились. Подходят они еще от 40 минут до полутора часов. Зависит все, конечно же, от температуры. Они должны заполнить форму. И после этого ставим их в духовку на температуру 170-180 градусов до румяной корочки. 20 минут мы духовку не открываем, а затем уже поглядываем, чтобы увидеть визуально, как они пропеклись. Можете попробовать на сухую шпажку. Получаются очень красивые такие куличики. Они прекрасно вылазят из формы, благодаря тому, что мы присыпали ее мукой внизу. И бортики у нас вот такие, которые помогают хорошо и быстро достать куличики. Они просто сами выпрыгивают. Достаю их еще сразу горячими. Вверх я решила в этот раз покрыть шоколадной глазурью. Это очень простой рецепт шоколадной глазури. Я вам его оставлю внизу. Вдруг кому будет что-нибудь непонятно, я выложу дополнительный рецепт, как приготовить данную шоколадную глазурь. Или, конечно, покрывайте обычной вам привычной глазурью, как вы любите. Просто мне захотясь вот такие вот так цветные сделать. Это действительно очень вкусный и очень простой рецепт. Я уверена, что он тоже вам пригодится. Обязательно пробуйте и жду отзывов в комментариях. А с вами был, как всегда, Кекс, друзья. Пока-пока!